Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире канал 16, передача «Актуальное интервью». У меня в гостях Мария Макаева и Артем Гринин, члены Молодежной палаты города Сарова. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим про Молодежную палату при Городской думе города Сарова. И она образовалась сколько? Год назад, получается, да? Это уже, наверное, год. Как вы приняли для себя решение, что вы хотите в ней поучаствовать и заняться такой общественной деятельностью? Меня всегда привлекало занятие общественной деятельностью. Я хотела работать с молодежью, развиваться в этой сфере. И как раз решила себя попробовать именно в сфере молодежной политики. Поэтому подала заявку на вступление в члены Молодежной палаты. Прошла отбор и, собственно, стала членом палаты. Артем, а ты у нас представитель Саровского физтеха. Как вы вообще узнали? Вот как ты узнал о том, что будет прием в Молодежную палату или объявлен конкурс? Ведь это конкурс был. Ну да, вступление в Молодежную палату проходило на конкурсной основе. Узнал совершенно спонтанно. Одногруппница у меня тоже является членом Молодежной палаты. Вот. И так, как ты пошел. Вообще, сам интерес появился с того, что когда я еще только школу закончил и учился в Мордовском национальном, я как-то и в профкоме был, то есть профоргом своей группы, и в студенческих отрядах участвовал активно. А тут переехал и вывыграл для себя вот такое общественное направление своей деятельности. Ну, то есть можно сказать, что у каждого из вас в Молодежной палате, по-моему, 15 человек, есть какой-то определенный опыт, как сейчас говорят, бэкграунд с точки зрения уже общественной какой-то деятельности. Кстати, кто вообще представляет у нас молодежь в палате? У нас представлены члены медицинского колледжа, есть представители СМИ, опять же, СРФТИ, есть члены Российского федерального ядерного центра, волонтерских объединений. Студенты Мозруковского техникума. Да, студенты политеха нашего. То есть, в принципе, достаточно широко представлены практически все... Ну, грубо говоря, да, мы задействовали почти все молодежные сферы города. Молодежная палата – это некая система, да, то есть система молодежных палат области. Да, то есть как молодежная палата и как члены молодежной палаты участвуют вот в целом в областных мероприятиях? У нас есть представительство в молодежном парламенте при законодательном собрании. И получается, вся информация о деятельности региона в сфере молодежи приходит нам из парламента, через нашего представителя. Также вот недавно парламентом был проведен кустовой форум на Болгинской земле. Мы обсуждали развитие туризма в сельской местности, обсуждали развитие парламентаризма. И 18 ноября у нас будет третий кустовой форум. Он уже пройдет в Иксе. У нас, по-моему, на данный момент повестка больше по социальной уже части. Экология еще там будет обсуждаться. Экология будет обсуждаться. То есть именно вот через такие кустовые форумы парламент и взаимодействуют с молодежью всего региона. У нас есть возможность пообщаться со всеми, поделиться опытом, где-то что-то обсудить. И, как правило, с кустовых форумов мы выходим уже с конкретным решением. Но это касается некому драмотворчеству, да, как основной цели молодежных палат. Или это все-таки обсуждение готовых проектов, или все-таки таких идей на базовом уровне? Молодежная палата, она не занимается нормотворчеством. На самом деле, только в этом году молодежный парламент получил, так сказать, нормотворческую инициативу, возможность нормотворческой инициативы. Палата больше такой, наверное, совещательный орган. То есть наша задача – это инициативы, это взаимодействие с молодежью и донесение информации до руководства города, до Городской Думы. И вот как раз по этому поводу я хотел спросить, вообще как Городская Дума с вами взаимодействует? Вы при Городской Думе, то есть у вас председатель нашей Городской Думы, он над вами шефствует, по сути. На заседания они приходят регулярно, участвуют в дискуссиях. То есть при подготовке того же самого форума молодежных инициатив мы обсуждали непосредственно с председателем, в какой форме это лучше проводить, на какие темы будем разговаривать. И некоторые темы для обсуждения они сами дальше предлагают нам на выбор. То есть есть темы, которые важно обсудить, непосредственно руководству, чтобы молодежь о них поговорила. Ну да, потому что ведь это основная суть этого форума и была в том, чтобы услышать то, что именно активная молодежь хочет сказать, как бы донести, просуждать на какие-то интересные темы, которые, может быть, есть мысли, но как к этому подойти, вот как бы взгляд со стороны. Давай сюда про форум конкретно поговорим. Я так понимаю, это первый опыт такой. Да, у молодежной палаты это первый опыт проведения таких вот площадок и форумов. Вообще основной инструмент работы молодежной палаты это как раз взаимодействие с молодежью. И мы решили, что как собрать максимальное количество молодежи в одном месте и всех их послушать. Потому что приглашать каждого отдельно на заседание, ну, мы посчитали, это будет неконструктивно и не очень результативно. И было как раз предложено решение провести вот такой вот городской форум, где будет участвовать молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Мы как раз хотели задействовать от старшеклассников, да, грубо говоря, до уже работающей молодежи, чтобы сформировать разные точки зрения и уже, чтобы родилась какая-то инициатива. Это большой разрыв возрастной, то есть 20 лет практически, да, между ними. Не получилось такого как-то конфликта в поколении внутри? На удивление нет, конфликта не было, потому что, как выяснилось, у молодежи проблемы-то одни. Что, ну, практически одни и те же, то, что в 16, что в 35 лет. А, и очень порадовало то, что они как раз были заинтересованы именно с точки зрения города, как это решить. У кого-то был опыт из других городов, да, кто-то учился в другом городе, приехал и вернулся, да, вернулся в Саров. Саров, посмотрел, что там, решил, что у нас этого нет, почему бы этого не сделать. А молодежь в возрасте 16 лет, да, старшеклассники, у них, как правило, никакого опыта еще нет. И они как раз выдают то, что видят сейчас и то, что их волнует. Самое интересное еще было то, что вот прослойка вот этой именно рабочей молодежи, она в достаточно большом своем количестве состояла еще и из приезжих людей. И кто сюда на работу приехал, вот, устроился и осел именно, живет и работает сейчас, будучи откуда-то. Вот, это тоже как бы помогало расширению взгляда. У нас идея была в том, то, что хаотично распределить участников по секциям, чтобы они не смогли заранее подготовиться. Ну, у некоторых это все-таки удалось, но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы они генерировали инициативу непосредственно на месте. И понятно, что если бы, допустим, мы всех экономистов загнали бы в секцию экономика, но они уже плавают в этом давно, и у них взгляд замылен. Именно поэтому мы хотели вот именно создать такой некий хаос. Даже вот если посмотреть, была секция молодежная политика, и там сидел архитектор. И она поначалу так немножко не понимала, а потом, между прочим, очень влилась. Фраза. Да, выступила с прекрасной инициативой. Я думаю, для нее само это был, наверное, очень новый опыт, потому что она всегда была в схеме архитектуры, градостроительства, а тут молодежная политика. И именно мы получили свежий взгляд. В общем, как-то она архитектурным языком так интересно завуалировала. Да, именно вот языком своей специфики она разобралась в молодежной политике. Создала, мне кажется, новые термины абсолютно. Это тоже было безумно интересно. Так же, как и в секции наука, у нас, конечно, попали туда сотрудники ядерного центра, но так же были представители других сфер, были представители СМИ, попали. И как раз вот родилась идея о том, что, ну, у нас в городе не все знают, что такое наука, многие не интересуются наукой. Ну, почему бы это не справишься? Хотя казалось бы... Давайте поддерживать статус нашего города. Да, мы пригласили председателя молодежного парламента при законодательном собрании области. Он выступал в качестве эксперта именно по тематике молодежной политики. Очень интересно ему было послушать о том, о чем разговаривает молодежь. Мы видели то, что он подходил ко всем секциям, ему было интересно, он делал, возможно, для себя какие-то пометки. В качестве экспертов также у нас выступили начальники департаментов. Дмитрий Владимирович Сладков выступал, но в качестве эксперта ходил между секциями, слушал. Грандиозную работу тоже проделал со своей стороны, помогал, активно участвовал. Дополнял. И очень активно принимал в обсуждении и в судействе. То есть прям наставлял, подмечал в процессе, в полете. Какие проблемы на форуме затронули? Что обсуждали в секциях? Какие вообще секции были? Секции были экономика, промышленность и предпринимательство. Они выступили с инициативой нового городского мероприятия «Талы Паруса» в Сарове. Собственно, эта инициатива и набрала наибольшее количество голосов и стала победителем нашего форума. Была секция «Городское пространство», секция «Культура и образование», секция «Наука», общественно-политическая секция. Очень много действительно достойных инициатив. Выбирать было между ними очень тяжело. Я думаю, что все-таки палата примет решение все равно рассмотреть все эти инициативы, потому что каждый из них достойно будет реализованный. Участники выбрали именно «Алые паруса» в Сарове, но также была секция, которая была поощрена членами палаты. И мы выбрали секцию «Наука». Нам очень понравилась их идея популяризации науки в городе. Они предложили, чтобы научные сотрудники, ученые проводили семинары с детьми, со студентами, с жителями города и пропагандировали любовь к науке, о том, что это здорово. Мы все-таки научный город. И было бы здорово, если бы наука действительно стала основной составляющей. То есть такие научно-популярные лекции. Научно-популярные лекции, мне кажется, всегда интересны, если это живым, свежим взглядом, языком свободным. То есть без минимума, условно говоря, теории, максимум какой-то интересной практики. Показать, как это работает, из-за чего это происходит. Банально это выключено. Для некоторых сотовая связь – это, ну как скажешь, магия. Модераторами секции выступили члены молодежной палаты. И мы дали ребятам полную свободу мысли. То есть они заседались, наверное, чуть больше двух часов. И я подходила к модераторам, спрашивала, как дела. Они говорят, у нас тут просто мозговой штурм, я не могу их остановить. У нас и не было цели их останавливать. То есть они могли... Первое время им давалось как раз вывалить все, что есть у них в головах. А уже потом потихоньку в этой куче начать разбираться. Структурировать потом все. Да, потом эту кучу начать структурировать. И уже из этой кучи сформировать конкретную одну инициативу. А много вообще участников-то было в итоге? А, 70 человек. Если там демократия, я так понимаю, была на форуме. Ну, наверное, можно и так сказать. Вот выбрали, 70 человек выбрали в итоге Аллы Паруса. Там какое-то рейтинговое голосование, да, я понимаю? Получается, чуть больше 30% голосов именно отдали за... То есть мнения разделились, но наибольшее количество голосов было отдано именно Аллы Парусам. Ну, то есть не такая, не абсолютная победа, да? Нет, это не абсолютная победа, но большинство количеств голосов, да, у них. Ну, презентация у них была более целостная. Все-таки обсуждение было два часа, и, конечно, за два часа на темы такие вот не наговоришься. И у каждого еще мнение, которое можно развивать, раскручивать, и это... И вот в этом и была, наверное, основная загвоздка в том, что хочется и договориться, и презентацию успеть сделать. Вот эта секция, как бы, они самые такие сбалансированные были, и презентации, и вот это... Ну, и людям, наверное, просто хочется праздника еще одного дополнительного. Вот я так понимаю, это как пример Аллы Паруса в Петербурге, да, получается? Ну, определенный. Думаю, есть отсылка, да, к этому мероприятию. Итоговый документ будет какой-то? Ну, мне так чисто для себя интересно, чтобы можно было почитать. А что-то типа резолюции? Ну, что-то, да, что-то типа резолюции и так далее. То есть, ну, как результат форума, да. Ну, по крайней мере, мы, когда в Совете молодых ученых-специалистов такие мероприятия приводили, всегда готовили итоговый документ, то есть, со всех секций, все, что было сказано, предложено, обсуждено, да, какие-то там слабые, сильные стороны рассматривали, и это все составляли и оставляли руководство для дальнейшей работы. Такое что-то будет? Это очень хорошая идея, я думаю, мы возьмем ее на заметку, потому что мы действительно услышали очень много мнений экспертов, которые у нас присутствовали. Мы послушали мнения гостей, которые у нас были, послушали мнения самих участников. И думаю, да, действительно, мы составим итоговый документ, обубликуем его на группе Молодежной палаты ВКонтакте, где, я думаю, каждый участник сможет ознакомиться с результатами нашего форума. Что еще делать с членами Молодежной палаты вами в рамках своей деятельности? Вот я знаю, Артем, ты много волонтерской работой занимаешься, если я правильно ее называю. Ну, можно, да, сказать так. Приходил запрос, ну, и в том году у нас была напасть ковид. Да, была. Слава Богу. Был ковид, были серьезные ограничения, и у нашей клинической больницы номер 50 была очень большая загруженность. Ну, и всего человеческого фактора не получалось, и были просьбы с помощью. И, да, я и еще ребят, Мария тоже участвовал, Евгений Асистров, вот, мы ездили помогать. То есть с утра приезжали в клиническую больницу, там нас экипировали, вот, защитными средствами, вот, вручали коробки с лекарствами, там все адреса, телефоны, вот. И вот мы эти пакеты по городу, то есть и охватывали весь город абсолютно, то есть это и старый район, и новый район, вплоть до Тиза. Вот, и в Балыково ездили, вот, то есть, ну, это какие группы населения, это вот были старики, вот, и тяжелобольные люди, вот, которые уже не могут не из дома выйти, ну, чтобы до больницы дойти. Такую работу проводили, в этом году пока с такой помощью не обращались. Ну, может быть, и слава богу. Ну, конечно, вот, в дальнейшем, ну, подобные просьбы, там, с какой-то организаторской работой, вот, с такими же волонтерскими, да, тоже будем откликаться, участвовать. Да, у нас также члены палаты перед, в начале сентября тоже поучаствовали в волонтерском, так сказать, движении, помогли теплому дому с покраской забора, то есть тоже проявили активность. Также у нас члены палаты приняли участие в акции «Диктант Победы», который проходил 3 сентября, вот только недавно огласили результаты. «Диктант Победы» был посвящен Великой Отечественной войне. Как успехи? Между прочим, да, очень хорошие баллы набрали, по крайней мере, вот я смотрела. А не все так плохо, как говорится, да, никто не забудет, ничто не забудет. Ну, и поговорим немножко о планах. Молодежная палата на сколько она? На два года. На два года, то есть у вас еще год впереди, активные работы. Какие планы на ближайший год в рамках палаты, естественно, там, не личных, а в плане именно общественной деятельности? Ну, из тех, о которых уже сегодня можно начинать думать, это участие в Дне молодежи. Вот мы хотели бы заявиться на той же секции своей. Ну, мы пока не знаем, как это будет организовано, но как бы участие принять хотелось бы. Да, также члены палаты принимают участие во многих городских мероприятиях, которые проводятся и департаментами, и общественными объединениями. Также доносим свои мысли, мысли молодежи, которые доходят до нас. Планируем принимать участие и в областных мероприятиях, заседаниях молодежного парламента. Мы хотим больше взаимодействовать с депутатами и думаю, что обязательно проведем второй форум молодежных инициатив. Что интересует в работе депутатов? Ведь у всех разный опыт, да? Понятно, там кто-то медицинский колледж, политехникум, да, СРФТИ, ВНЕФ. И каждый, может быть, не знает конкретно, да, там, может быть, даже некоторые не знают своих депутатов, бывает такое, да, там, или сейчас уже изучили. Ну, нет, очень часто с этим сталкиваешься. Вот проводилось награждение такое, в котором довелось поучаствовать, ну, мне. Это от Единой России за дворовые активности детям призы, подарки вручали. Ну, сталкиваешься с тем, что вот подходит бабушка какая-нибудь, там, ну, мероприятие организовываю, там, шарики вешаю, плакаты. Подходит и начинает, как бы, разговаривать о проблемах, вот это все говорит, говорит. И вот ты вопрос, как бы, задаешь, а депутат-то у вас кто? Ну, она не может ответить на такой вопрос, как бы, живет 50 лет, и вот так. Сколько вот, иногда слышишь ответы, а сколько их, не перечесть, а что-то это. Ну, популяризировать, опять же. Так я про это говорю, что хотя бы вот с молодежью, да, то есть какие основные вопросы-то к ним, да, в рамках молодежной палаты? Мы бы хотели, чтобы на заседания и на семинары с депутатами присутствовали не только члены палаты, да, но и активная молодежь, которой это интересно. В планах как раз заранее публиковать повестку, потому что многие депутаты, насколько я знаю, почти все, а входят в какие-либо комитеты при городской думе. И нам, как членам палаты, я думаю, активной молодежи, было бы интересно послушать о работе этих комитетов. Возможно, что-то использовать. Мы могли бы что-то использовать в своей работе. Ну, и вообще же приятно осознать, ну, приятно знать, как работает та или иная вещь. Чтобы это не было какой-то магии, что вот, как бы асфальт кладут, это же магия какая-то происходит. Как это все работает, что для кого, для чего. Это же в первую очередь для людей. Ну, да, за работой катка перед этим еще год, наверное, да, всяких плановых документов нужно сделать. Ну, вот. И люди тоже должны понимать, как это работает. Вообще у молодежи палаты есть интерес вот разбираться, как эти механизмы действуют? Это, как говорят, когда не знаешь физику, весь мир для тебя магия. Вот. Здесь, наверное, то же самое работает. Поэтому, когда некоторые вещи проясняются, иногда становится спокойней. Иногда, как бы, понимаешь, что, ну, вот, пу-пу-пу, надо подождать. А так работает система, да? Да, ну, вот, ну, так вот уж работает. Ну, я просто для себя в первые, наверное, три года вынес один вердикт для всей системы. И ничего не делается быстро. Ну, это, наверное, даже подойдет к тому, что сейчас будут смотреть. Ага, вот у них прошел, вот они рассказали. Вот. Ну, давайте ждать, сидеть, смотреть, когда же это пройдет. Когда вот там корабль поплывет? Или что там? Науки начнут нас учить, специалисты все будут ходить, наверное, по квартирам рассказывать. Не, ну, злые языки всегда есть. Про физику. Ну, хотелось бы, чтобы вот в понимании, как бы, и рождается истина, тогда и злых языков будет меньше. Потому что подникновим спрятаться-то это всегда легко. А вот прийти и выступить на форуме, потому что... Предложить свою инициативу. Ну, да, вы сами же сказали, вот там, как 16-летние были, так и 35-летние. Вот в одной они команде работали. Вот презентацию вышли вместе защищать. То есть там вот студентка, первокурсница, по-моему, и уже достаточно такой молодой специалист стоял. Мы работали вместе, перед этим думали вместе. Это работа людей с людьми. Пожелаю вам удачи в формировании итогового документа. Вот. Успехов в работе молодежной палаты. Вот. Я надеюсь, что через год вы примете еще раз решение продолжить эту работу. Я надеюсь. Нет. В планах дайте. Конечно, на вторую связь. Ну, там будет конкурс. Может, мы сейчас настолько популяризируем, что мы уже просто не пройдем его. Да. Это все-таки конкурс. То есть любой желающий может подать документы и пройти собеседование. Ну, что же, я пожелаю вам успеха в вашей работе. Если есть желание продолжить, я надеюсь, что вы будете повторно баллотироваться. Да. Выдвигаться на конкурс. Обязательно. Определенно. Друзья, спасибо, что были с нами. Это была передача «Актуальное интервью». С вами мы увидимся через неделю. Всего доброго и до свидания.